Каким должно быть развитие Крайнего Севера? Ответ на этот вопрос попытались найти участники экспертного совета. Он состоялся в столице региона. Центральная тема заседания – законодательное обеспечение арктических территорий. В числе спикеров – депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, а также эксперты в области медицины, экономики, развития бизнеса, недропользования и экологии. Все подробности в материале Ивана Кутенникова. Одним из главных итогов проведения в Наринмаре экспертного совета стала договоренность о сотрудничестве между администрацией Ненецкого округа и Федеральным научно-клиническим центром России. Теперь жители региона смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе и в области онкологических заболеваний. В результате лучшие врачи, лучшая профессура будут прилетать сюда, заниматься диагностикой. Буквально, что называется, с завтрашнего дня начнется диагностика, касающаяся онкозаболеваний. Вообще все, что есть – голова, шея, любая помощь, любое медицинское воздействие, то есть жители округа получат. В первую очередь нас интересует, конечно, ранняя диагностика рака. И мы первое, что сделаем, скорректируем план своей работы. И, наверное, до нового года уже пришлем группу специалистов для того, чтобы они поработали с вашими пациентами. И мы как раз приглашаем ваших пациентов посетить наш центр, если у кого-то имеются проблемы с нарушением слуха, с проблемами дыхательной функции и с проблемами гортани. И часть пациентов, которые не могут, так сказать, приехать для отбора, мы уже выйдем, посмотрим в ближайшее время. О необходимости развития на территории Заполярья качественной диагностической помощи говорила глава региона на встрече с Владимиром Путиным. По словам заместителя губернатора Ненецкого округа Ивана Болтенкова, подписание такого соглашения – это большой успех, в первую очередь, для жителей субъекта. Безусловно, в регионе достаточно малочисленном, нужно иметь как можно больше возможностей, чтобы специалисты по высококвалифицированной медицинской помощи приезжали и оказывали ту помощь, которую в обычной ситуации можно оказывать только, что называется, на большой земле. Поэтому большое спасибо. Это такие очень прорывные вещи. И они, как всегда ориентирует нас, губернатор, прежде всего направлены на улучшение жизни простых, обычных жителей округа. Основной же темой заседания стало развитие Арктики. По мнению вице-президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максима Фатеева, грамотное освоение Заполярья крайне важно для экономики страны в целом. Ее территории, обладающие большими природными ресурсами, а также минеральной сырьевой базой, могут стать огромным подспорьем для серьезного развития всей страны. В своем выступлении Максим Фатеев также отметил, что на Крайнем Севере необходимо создать комфортные условия для ведения малого бизнеса. Одно из предложений, которое звучит в нашей работе по совершенствованию данного законодательства, это участие малого бизнеса в нефтегазовых отраслях. В том числе, конечно же, у них нет таких возможностей, у малого бизнеса нет таких возможностей, которые есть у крупных корпораций и компаний, но кооперационные связи, связи на поставку того или иного оборудования, работ, услуг, разработки и так далее, особенно касается малого инновационного бизнеса, предположим, это вполне реально. Заместитель председателя Архангельской городской думы Максим Карельский заявил, для рационального освоения Крайнего Севера необходимо создание профильного органа исполнительной власти, который бы на постоянной основе занимался вопросами развития арктических территорий. В качестве примера успешный опыт Дальнего Востока. В Дальнем Востоке тоже есть свои проблемы, которые в общем и целом, они похожи на проблемы нашей арктической зоны. Сложены климатические условия, отдаленность территории от центра, центральных частей Кабар-России. За последние несколько лет принято 22 федеральных закона по вопросам Дальнего Востока, есть профильное министерство по Дальнему Востоку, и там есть чем похвастаться в части создания благоприятных условий для ведения бизнеса и в части решения больших серьезных социальных задач. По итогам совещания участники экспертного совета составили список рекомендаций, который будет направлен в адрес обеих палат Федерального собрания, а также правительства Российской Федерации. Иван Кутейников, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова